Всем привет! Огромное всем спасибо за то количество лайков, которые поставили на Emergan Park. Обязательно его снимем на следующей неделе. Ну а сегодня у нас цены на продукты в Стамбуле, в Турции. Пять месяцев примерно назад мы записывали. Сейчас пойдем сравним, что изменилось, что не изменилось. Пошлите, посмотрим. Приехали мы ровно в тот же самый магазин Carrefour. Так, майонезы, значит, кетчуп и кетчуп кальва, грубо говоря, 210 рублей. Heinz кетчуп большая, 72 лиры, тоже 210 рублей. И Heinz кетчуп вместе с майонезом за 400 рублей. Вот такие цены. Потом подпишем, какие были пять месяцев назад и какие стоят. Вот так у нас выглядят крупы. Гречка. Вот наша гречка по 89. Была вроде бы по 70 лир. То есть была по 210 где-то рублей. Теперь по 270. Однозначно подорожала. Вот она стоечка с этой бариллой. Получается вся она по 33,50. Так, растительные масла. Вот такие у нас цены. Получается где-то 45 лир. Литрушки вот здесь по 48. Пяти литрушечки 195. Здесь вот 3 литра 170. По-моему, немного подорожало. Ну, потом посчитаем, напишем. Ну, а оливковые масла вот литр уже получается 359. То есть тысячу рублей за литр. Да, это такие себе цены. Ну-ка, может что-то подешевле есть? Ну, нет. В принципе, цена плюс-минус на все такая. Так, а вот здесь, ну, это 0,75 литра. То есть, да, плюс-минус 350 рублей теперь. Ой, лир за литр. То есть, около 1050 рублей оливковое масло. Ну, да, неплохо, по-моему, подорожало. Так, здесь у нас уже консервированные прошли продукты. Кукуруза. Вот то, что мы берем. Три штучки за 54 лиры. То есть, где-то за 162 рубля. Такие вот консервочки. Стоечка с корнишончиками. Получается, вот, 0,35 баночка, 37 лир. То есть, тоже где-то 100 рублей. Идем дальше. Готовые завтраки, значит, Несфит для спортсменов. 78 лир. То есть, 200 где-то 20 рублей. Для детей Несквики по 44 лиры. Это у нас пачка 225 грамм. Так, вот большие пачки. Получается, сколько она на килограмм? 90 лир. Вот такая здоровенная. Тоже снимали. Сейчас увидите, какая дала цена. Так, дальше идем. Мука. Вот такую мы обычно берем. Это получается 99 лир за 2 килограмма. То есть, 50 лир за килограмм. В целом, это самая дешевая, видимо. Сахарочек у нас, значит, 140 за 5 килограмм. А килограмм отдельно 31 лира. Ну, то есть, 96 рублей за килограммчик. Ладно, едем дальше. Прекрасные тортики. Цена 275 лир за штуку. По-моему, подешевело маленечко. Конечно, куда же в Турции без чая? Килограмм 152 лиры. Вот такие вот разнообразия огромные. Смотрите, ну, 150 лир. Липтон, всем знакомый. Ну, а там уже пакетированный. Он не очень нам интересен. Арахисовая паста пошла. Нутелла 130 лир за 760 грамм. Большая самая банка, которую я видел в своей жизни. А это уже местные производители. Но по вкусу плюс-минус одинаково, между прочим. Вот тортики такие поменьше. Это, наверное, по полкило. По 175 лир. Выглядит очень аппетитненько. Прямо красота. Все с фруктами. Вкусняха. Отдел у нас с вкусняшками. Различными печенюшками. И шоколадками. Так, что знакомое для вас более-менее? Орео. Орео, посмотрите. 90 лир за коробку. 270. Получается 6 по 2 здесь. Вот тут вот 5 пачечек тоже. 90 лир. Не хотите? 270 рублей. Так, вот киндеры, значит. Обычные киндеры-сюрпризы. 32 за штучку. 32 лиры. 100 рублей. Так, вот такие киндер-джой. 77 за 3. 200. Там где-то 30 рублей. за 3 штуки. Шоколад очень дорогой. Посмотрите, милка. И возрадуетесь. Напишите, у вас такая же цена или нет. Это получается плюс-минус 200 рублей за шоколадку. Таблерон 100-граммовый. 110 лир. Ну, плюс... Ну, нет. Вообще-то он подорожал так довольно-таки серьезно. 330 рублей. Ну, вот что смотрю, вроде бы, как бы, ничто не осталось без изменений. Все подорожало. Это огромное количество на стле. Все примерно по 35, то есть по 105 рублей за штучку. Причем они идут по 60 грамм всего. Соки вот такие хорошие в стеклянных бутылочках по 70 лир. Это 210 рублей за 0,7 литра. Это вот мы такое в основном берем. А вот в таких коробочках это уже какие-то нектары больше. Но вот они идут плюс-минус 120 рублей за литр. Тоже выбор большой, но как-то что-то они нам не очень сильно заходят. Такое ощущение, что там сока совсем не очень много. Так, газировочки, значит. Спрайт литр 30 лир. 90 рублей. Швеперс 40 лир. То есть 120 рублей тоже за литрушечку. Фанта 150 за 2,5 литра. 150 рублей я имею в виду 50 лир. То есть, так, Кока-Кола 40 лир за 1,5 литра. Так, Пепси 40 рублей тоже. Ой, 40 лир за 1,5 литра. Это 120 рублей. И 2,5 литра Пепси 150 рублей. А Кола за 2,5 литра 50 лир. То есть 150 рублей. С обратной стороны у нас идут чипсики. Вот такие цены. Лэйз, значит, большая пачка 37, 32, 37. Вот за большую пачку 150 грамм. То есть 110 где-то рублей. Различная минералочка. Вроде бы ее тоже в прошлый раз записывали. Тоже по 30 лир за 6 бутылочек. Неплохо так подорожало. Чаи холодные у нас пошли. Лептан на 138 лир. Сколько здесь их? 6 банок. Вот так вот. А вот редбульчики. Это у нас получается редбулы. Большая банка 51 лиру. 150 рублей. Берн, значит, 100 рублей за 0,26. Совсем малю пуска. Ну, тоже вот такие цены. Отличительные напитки. Раки, значит, 700 лир. 2100 это за 0,7. Есть, конечно, и, наверное, и подешевле. Вот за 0,5 500 лир. 1500 рублей. Да, такие вот цены у нас нынче. Водка пошла, значит, по тоже примерно 500 лир за 0,7. Грей Гусь 2,100 за 0,7. Ну, такие вот. Как у вас? Смирнов почем? Не по 800 лир, скорее всего. Джины. Смотрите. Самый популярный, значит, Гордон с 600. 600 лир за 0,7. Манки 47. 1400 лир за 0,5 уже. Хендрикс 1670 лир. То есть, около 5 тысяч рублей. Текилочка. Вот. В целом, Чивас. Ой, совсем какой-то так, малюпуски. Так, вот, Чивас 0,7. Стоит 970 лир. То есть, 3000 рублей примерно. Егерь Мастер 4000 за литрушку. Все алкоголь, вроде бы, как серьезно подорожал. Ну, и пиво тоже вот не отстает. В целом, от 60 лир сейчас начинается за бутылочку. Вот такие цены на самое простое пиво. Смотрите. То есть, дешевле 60 лир. Ну, есть вот только Эфес. Мальт самое простое. 57 лир. Остальное все за 60, 70, 80. Как-то так. Не очень хочется тут уже и пить. Без алкоголя еще можно прожить, то вот без мяса уже тяжеловато будет. Фаршик 469 лир. Из говядины получается. Ну, тут вот все говядина, говядина. В целом, вот, получается соте из говядины 600 лир за килограмм. Бифштексы вот такие вот по 600 тоже лир за килограмм. Ну, то есть, такая вот цена. Теперь где-то 500-600 лир за килограмм на говядину. Беже куриное по 203. Вот это вот лир за килограмм. То есть, 600 рублей. Такие вот полуножки по 140 лир за килограмм. Бедрышки, так сказать, куриные. Говядины из ягненка 600 рублей килограмм. И кузу перзола 879 рублей за килограмм. Ох, да, нелегка жизнь тут. Пасливочное нашли. Нашли вот такие килограмм... Это 225 грамм 95 лир. А вот такие на килограмм 490, 349. Ну, вот это вот, мне кажется, более-менее приятная цена. Яички у нас подошли. Яйца не сказать, что прямо очень дешевые. Вот самая дешевая цена. 3 десятка 99 лир. То есть, 100 рублей за десяточек. Это самая-самая дешевая цена. Вот такие XXL, например, уже стоят 150 рублей за десяток. Молоко по 40 лир плюс-минус. Вот самая дешевая 26 лир за литрушечку. То есть, 80 рублей. Смотрите, какое мороженое появилось. Ламбир по 50 лир за штучку. Ну, прямо в вафельном стаканчике. Как и должно быть. Вот цены радуют еще. Так, это турецкий лосось по 160 лир за килограмм. И леврек, то есть сибас по 180 лир за килограмм. Ну, это прямо свежая-свежая. Вот только закидывают. Вот лежит снег, лед им закидывают. Так, фрукты. Киви 80 лир за килограмм. Апельсины какие-то. Это какие-то гурме по 39 лир за килограмм. Мандарины по 35 лир за килограмм. И апельсинчики попроще. 21,90 лир за килограмм. Ну, это дорогая цена. Здесь мало кто это, конечно, все берет. Так, авокадики по 30 лир за штучку. Манго по 60 лир за штучку получается. Так, ананас 67 лир за штуку. Ну, 200 лир за килограмм. Дыньки по 100 лир за килограмм. А, это за штуку. Они тоже за килограмм. И арбузы по 50 лир. Дорого. Закончим яблоки. Примерно по 40 лир за килограмм. Выбор большой. Какие хочешь. Берий. Ну, что, на этом наш поход по магазину на сегодня закончим. Напишите обязательно в комментариях, такие же цены у вас. Или чуть выше, чуть пониже. В общем, итог какой. Значит, за последние 5 месяцев произошло подорожание товаров практически по всем группам. За исключением, может быть, сахара, каких-то сладостей. Наибольший рост, значит, составляет в оливковом масле где-то 70%. И в мясе 50%. Пиво, значит, тоже 50%. Но алкоголь 20-30%. Такая вот статистика, наверное, не самая положительная. Но, кому понравилось видео и было полезно, поставьте лайк. Кому не понравилось, поставьте дизлайк. И до скорых встреч. Горуш-у-рус. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok